Радио Болтком В программе «Очевидец» тема исследований, изобретений и инженерного потенциала Латвии. Может быть, кто-то думает, что этот инженерный потенциал куда-то делся, а нет. И наш сегодняшний гость Анатолий Трумпель это сегодня вам подтвердит. Итак, темой нашего сегодняшнего разговора стала победа компании, которую представляет Анатолий, Airglass Technology, в Хакатоне. То есть это марафон изобретений, наверное, так правильно можно сказать. Dive Zero, команды, которую представляет Анатолий, и продукта, который они делают буквально из отходов, превращая в некий полезный материал. Вы получили первую премию в этом Хакатоне, это 10 тысяч евро. Я понимаю, что технология сейчас стоит гораздо дороже, и эта премия скорее носит поощрительный характер и моральный. Но расскажите, что за идею вы представляли в этом Хакатоне, и как она может повлиять на нашу латвийскую промышленность? Да. Добрый день, уважаемые слушатели. Я, конечно, представляю. Говоря о том, что мы победили в этом Хакатоне, нужно сказать, что это не только латвийские инженеры, это скорее, скажем, международные команды инженеров. Это очень приятно, что Лия и Dive Zero и Valmers Stiklostedra смогли оценить именно то, что это международная команда и то, что мы предлагаем. То есть мы предлагаем перерабатывать отходы Валмерского завода стекловолокна в абсолютно новый продукт, в керамику с использованием стеклянных гранул. То есть и у нас самая главная идея, что создание этого нового продукта позволяет генерировать два источника прибыли. То есть первый раз мы продаем, мы получаем деньги от утилизации этих, потому что существует налог, который порядка 65 евро, сейчас, со следующего года 85 евро. Мы планируем, что мы будем получать этот налог за свой счет, а также мы будем создавать новые продукты и их продавать. И вот и новые продукты, те, кто смотрит онлайн, может видеть, это как раз кирпичи и керамические блоки, которые обладают уникальными свойствами, в том смысле, что они и такие же теплоизолирующие, как газобетон, такие же легкие, как газобетон, но такие же прочные, как кирпич. И в отличие от газобетона, они уже готовы к внутренним работам, то есть их сушить не надо, они уже высохли. А к внешним работам? Внешнюю отделку можно делать? Да, конечно, да. Они тоже, ну, как раз это вот получили эти деньги, мы планируем потратить их на исследование. У нас уже заключен договор тоже с Латвийским университетом на то, чтобы определить их прочность, там, морозоустойчивость и так далее, и так далее. Но наши предварительные в лабораториях данные исследования, они показывают, что он вполне себе хороший материал, который может быть использован. В отличие от обыкновенного кирпича отделочных материалов, он не пропускает внутрь ничего, поскольку сама технология, она уникальна. Она создана большими учеными, скажем так, с большим именем, на которое потрачено много лет. Вот, это Александр Кетов, он доктор наук, и также Владимир Босник, инженер, тоже изобретатель. И так получилось, что я просто увидел, как, ну, они мои друзья, и вот один из них работал с университетом Модены в Италии по утилизации стеклянных отходов. Вот они там, пыль стеклянная. Кто из них работал, Босник или Кетов? Кетов, да, Кетов. Ну, так скажем так, Кетов – это химик, а Босник – это физик, физик и финансист. И он физик, все инженерные процессы, Кетов, скажем, придумывает, как это сделать химически, а Босник знает, как это сделать физически, при помощи каких инструментов и так далее. И так далее. Вот. Поэтому я просто предложил, когда узнал, что тот хакатон планируется, я предложил Александру попробовать с тем, чтобы, ну, давайте попробуем, а можно ли отходы валнерского стекла как-то утилизировать. Это не так просто, естественно, иначе бы это уже давно сделали, но поскольку оно, во-первых, боросиликатное, то есть, и оно, это означает, что у него высокая температура плавления. Вот, скажем, вся химическая посуда, вот все, что там, какая-то термопосуда, которую можно запекать, она делается из боросиликатного стекла. А теперь представьте, это боросиликатное стекло как-то еще переработать, но это уже самое стойкое стекло, которое есть, ну и так далее. То есть, задача была непростой, но нам тут повезло в том смысле, что в связи с ковидом этот хакатон перенесли, и нам хватило времени, чтобы, ну, вот, совместно с Александром мы сделали порядка 30-40 экспериментов в лаборатории и создали вот этот специальный продукт. А в чем проблема утилизации вот стекла? Мы знаем, что есть там раздельный сбор бытовых отходов, и в нем строго говорят, что вы вот бутылки из-под пива кидать можете, а оконное стекло ни в коем случае. Вот можете немножечко пояснить для обывателя, в чем разница между разными видами стекла и каким образом сегодня оно утилизируется? Ну, лучше всего, конечно, смог бы, мог ответить мой коллега Александр Кетов, но сложности в утилизации стекла в том, что оно, в принципе, не имеет ценности. То есть, оно, стекло делается из, там, песка, соды и всего там, то есть, это легко доступный продукт. То есть, его проще сделать новый, чем взять и утилизировать старый. Вот, и оконное стекло, почему его, говорят, не выбрасывать? Потому что как раз оконное стекло перерабатывается. Его обратно перерабатывают, его плавят, и его тогда пускают во вторичную переработку. Со стеклом, которое разноцветное, которое битое, его, в принципе, ну, самая большая проблема. Его куда-то пытаются применить, но я не, ну, я, скажем, вижу по тому, как по валмерскому стеклу какая существует проблема. Потому что его никуда не деть, потому что, во-первых, это вата, во-вторых, это волокна, и в трех этих кусочек какие-то, которые там печи чистят, там остаются какие-то гранулы и все такое. То есть его слишком много, оно слишком разное. Что с ним делать, вообще непонятно. Обычно предлагают как-то разделить или там на, давайте будем использовать только вату, или давайте будем использовать что-то другое. Но без, как бы, дорогостоящей сортировки, скажем, это невозможно сделать. Да. В нашем случае мы создаем, причем стекло, стекло достаточно сложно перерабатывать, потому что оно, во-первых, не очень кому нужно в таком, в грязном виде и в смешанном. А во-вторых, если его куда-то добавлять, например, ну, самый простой вариант, ну, давайте его добавим в бетон, скажем. Да. И все будет нормально. Но на самом деле в бетоне есть такая вещь, что там происходит, нам как-то кажется со стороны, что там все металлическое, стеклянное, ничего с ним не происходит, никаких действий, но в течение времени там происходит щелочная силикатная реакция, такая алкосиликоррекшен. То есть возникает гель на границе между, скажем, бетонным и стеклом или между керамикой и стеклом. И прочность нарушается. И нарушается прочность, там возникает этот гель, возникают трещины, и, в общем-то, это никуда не ведет. То есть это как бы, с одной стороны, утилизация, с другой стороны, это просто мы создали себе еще одну проблему. И поэтому в данном случае мы как раз можем эту проблему решить, потому что вот есть такой метод. То есть мы создаем пеностекло, это примерно как попкорн. Мы смешиваем с определенным ингредиентом вот эти отходы, определенным образом смешиваем. Потом нагреваем, и они у нас сдуваются. Этот метод известен, он известен давно, и все. Но наш ноу-хаус заключается в том, что мы делаем это из такого материала, из которого никто не делает. То есть просто из мусора. А покажите вот из мусора, что там получается. У вас, по-моему, была баночка с этими гранулами. Да, да, получается такие гранулы, которые вот мы… Ну, на видео это потом будет видно, а пока радиослушатели могут слышать шуршание. Да, они такие гранулы. И это, кстати, полуфабрикат, который может использоваться так же, как конечный продукт, потому что в очень широком применении. То есть, например, мы говорили с дорожными инженерами, и с теми, кто работает с дорогами, со строительными материалами, существует большая проблема, почему у нас дороги, скажем, разрушаются. Потому что в дорогах существуют разные еще другие инженерные сооружения, например, протоки, какие-то каналы, какие-то дренажи. И создание подушки, которая изолирует полностью полотно дороги от почвы основной, это как бы желательное и необходимое условие. Сделать это, скажем, при помощи керамзита невозможно, потому что он накапливает воду. То есть, он накапливает воду, и тогда уже, соответственно, теплообмен происходит. В нашем случае они абсолютно не гигроскопичны. Эти гранулы. Эти гранулы. И мы, соответственно, можем их, ну, миллионы тонн, соответственно, закопать в дорогу. Потому что много этого стекла существует. Ну, то есть, вы хотите сказать, что это у Валмирского завода стекловолокна накопились уже целые горы этих отходов, которые, терриконы. Ну, да, да. И причем, когда мы начали это, вот сказали, там, дай бы хакатон посмотреть на эти отходы, я стал изучать, посмотрел, встретился там с людьми. Да, много-много, сколько, 8-10 тысяч тонн стекла в год. 8-10 тысяч тонн стекла. Как бы большая цифра. Но потом, когда я стал изучать глубже, оказывается, в Европе это в 100 раз больше. Миллион тонн отходов минеральной ваты и стекловаты образуются в Евросоюзе. Миллион тонн. Миллион тонн. Миллион тонн. Да и такие серьезные компании, как Изовер, КНАУФ и так далее, не все работают над этой проблемой, но пока не очень успешно. Хотя там фонды выделяются тоже и все, но не очень успешно. Потому что, опять же скажу, материал он дешевый и никому не нужный так. То есть, это не лом там цветных металлов, еще чего-то, еще чего-то, не бумага даже, даже не пластмасса и ничего. Ну, то есть, Ваша технология позволяет произвести из этих отходов сначала гранулы, а потом из этих гранул изготовить некие конструкции. Да, абсолютно. Перемычки для окон. Да, вот это, кстати, одно из таких тоже. Потому что конструкционная прочность будет такая же, а легкость у него будет такая же, как у газобетона, скажем. То есть, это сразу. То есть, не надо два рабочих, а достаточно одного, чтобы установить перемычку? Конечно, мы тут сразу, если говорим о СО2, то у нас тоже, соответственно, мы хотя бы на перевозках экономим в два раза. Потому что у нас на одной полете может быть не 200-300 кирпичей, а там 500-600, да, то есть, 700 до 1000. Потому что они у нас меньше плотности воды. Они у нас плотность там 600-700-800. То есть, этот кирпич плавает. Он плавает в воде, и поэтому… Просто ноев ковчег какой-то. Да, да. Кстати, да. Это одно из применений, которые могут быть. Ну, и опять же, повторюсь, что у нас тут… То есть, мы зарабатываем в двух вещах. То есть, мы зарабатываем на этом налоге, и потом из-за этого мы что-то… Она обычно как? Это все заканчивается. То есть, доля неразделяемых неперерабатанных отходов все время растет. Она все время растет, растет, растет. Вот мы как раз работаем в этой области. Мы можем перерабатывать, трудно перерабатываемые неразделяемые отходы. У нас есть технологии. Вот Airglass, что называется, пеностекло – это первая из таких технологий. Потому что у нас есть возможность перерабатывать также и другие, скажем, продукты, такие как несортированный пластик, к примеру. И также резина. И, ну, в общем, много всего. Но это уже другие предприятия или та же группа исследователей и изобретателей? Группа исследователей та же. Вот мы, скажем, что касается резины и ее утилизации, то у нас в Литве есть проект, на который выделены европейские деньги. И там порядка двух, почти три миллиона. Мы там строим такой R&D-комплекс, который будет, соответственно, уже предлагать готовые вещи. И это Research and Development. Да, да. И которые, ну, по сути, там опытные, там на стадии неок уже. То есть там опытные конструкторские разработки будут делаться. У нас там есть несколько достаточно серьезных оборудований для того, чтобы все это делать уже в таком пилотном масштабе. И лаборатория. Мы планируем запускать ее в конце сентября, в начале. В октябре, я думаю, что она уже будет работать. Потому что оборудование заказано уже, оно должно скоро прийти. А стены ставятся. Хочу напомнить радиослушателю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить в студию, задавать свои вопросы Анатолию Тромпелю, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Делиться, может быть, своими тоже наблюдениями по поводу переработки отходов и технологий, которые могут в Латвии развиваться. Анатолий, ну вот вы упомянули, что вы в Латвии имеете какую-то такую опытную площадку. И в Литве, то есть вы можете сравнить, допустим, отношения, подход к инновационной деятельности в разных странах. Ваше резюме на эту тему. Насколько Латвия действительно готова к этой умной экономике, которую декларирует наш премьер-министр? Ну, на самом деле, не знаю, как там премьер-министр, но вот министр среды, который вручал приз, он вполне достаточно заинтересован. И потому как я... Для меня это тоже были интересные вопросы. Нам задали вопрос, ну типа, ну что там 10 тысяч для вас? Вы сразу инвесторов привлечете, у вас вообще все будет, поскольку технология такая хорошая, мы зарабатываем на двух концах, мы из, понятно, чего делаем, хороший продукт и продаем, и все замечательно. Ну да, а зачем вам эти там 10 тысяч? Я говорю, ну, знаете, деньги никогда лишние не бывают, а потом я хочу посмотреть, насколько это серьезно. Насколько серьезны разговоры и дела. Мы можем говорить о зеленой экономике, о том, что... Ну, насколько вы готовы поддержать? Вот у нас есть готовый проект. И вот, сюрпризингли, как говорят, удивительно, но да, вот поддержали, и я очень доволен тем, что, в принципе, и очень заинтересованы, вот скажем, не скажу в масштабах страны, но вот в Валмире и там, и мэр, и которые... Руководство завода? Руководство завода, прежде всего, и руководство этого полигона. То есть, они все очень дружественные, открытые, готовы к разным сотрудничеству и так далее. То есть, в этом смысле я вижу очень позитивное движение там, если... А вы могли бы рассказать вот об изобретателях, об этом, о ваших друзьях Александре Кетове и Владимире Боснике? Что это за люди, чем они знамениты, где они в данный момент работают? Ну, Александр Кетов – это вообще ученый с мировым именем, у него там один из самых высоченных индексов Хирша в России, то есть он является профессором Пермского университета, он является также членом ВАКа российского по химии, и он работает со многими международными проектами, у него публично больше 250 статей и там около 60 патентов. На эту тему запущено несколько технологий, несколько заводов работают по его технологиям. И что он как раз, его основная тема – это экология. И экология, например, одно из исследований, которые он провел, это как сжигание шин, например, что выделяется при сжигании шин. И выясняется, что сжигание шин не только там, ну, то, что мы видим, но там в абсолютно слабосчитываемых спектрах, которые надо там дальше смотреть, что называется, в длинном хвосте, там можно просто увидеть там боевые отравляющие вещества, по сути, которые никуда не деваются. Да, то есть это так тихонько замалчивается и говорится, что шины сейчас, ну, вот мы их сжигаем, мы их сжигаем в половину в цементных печах, но это как бы так немножко для своих информация. Что там получается, никому не интересно. Там, скажем, широко это дело рекламировать. Но, по сути, когда, скажем, валюта сейчас сгорел, сгорели шины, вот там было такое дело. Но у нас тоже горели неоднократно. У нас тоже горели, но там, в отличие от нас, в Литве просто молоко, которое на лугах вокруг, его не берут никуда. Его коровы съедают эту траву, а молоко выливают, им платят компенсацию. Его не принимают, потому что там земля вокруг отравлена. Понимаете, поэтому, возможно, вот литовцы, они быстрее-то как бы на это дело прореагировали, мы там вовремя фоткали заявку, и для них это просто, ну, как горячий момент. Это вот у них есть, вот сейчас у них это происходит, понимаете. У нас еще так пока это, ну, да. Пока гром не грянул, мужик не перекрестился. Да, пока гром не грянул, у нас там все спокойно. А что это за технология с шинами? С шинами технологии, мы, это, опять же, патентованная технология, мы получили на нее патенты в Европейском Союзе, в Америке, в Китае и в России. Это технология, которая берет свое начало с тех времен, когда еще был Советский Союз, и когда у Советского Союза была блокада по каучику. Было такое время, когда каучик был таким единственным материалом, источником для резины, был стратегическим, и в то время, в общем, западные страны собрались, а Советскому Союзу сказали нет. Перекрыли все концы, и тогда были большие средства пущены на то, чтобы создавать регенерацию, чтобы регенерировать эту резину. И вот один из наших соучредителей, можно сказать, основной, Леонид Рапопорт, который регалий чуть-чуть побольше, чем у Кетова. У Кетова не может быть столько регалий, потому что Рапопорт лауреат сталинской премии еще. И он разработал очень многие технологии по переработке резины, которые сейчас существуют в мире, в Израиле, в Белоруссии, это, в принципе, ученики его, когда он работал в Петербурге. И так получилось, что они живут в одном месте с нашим другим Леонидом, который тоже кандидат наук, но он по полимерным материалам работал в небольшой компании, которая поставляла, скажем, композитные материалы для Боинга-дремлайнера, например. То есть они придумали все эти материалы. – А как второго Леонида зовут? – Воробьев, Леонид Воробьев. Но они находятся в Америке, они в Калифорнии оба. И вот как-то за разговором выяснилось, что есть такая технология, и мы эту технологию опробовали, воплотили в жизнь, и потом поняли, что она патентно пригодна, запатентовали ее, и организовали компанию, которая является держателем патентов, и мы ее продвигаем, соответственно, эту технологию. Технология позволяет брать крошку и на выходе получать из нее три вида продуктов. То есть один продукт – это полимер-модифицированные битумы, которые могут использоваться в дороге. И вот сейчас один из проектов, который мы будем вести, которые, в принципе, уже получили согласование, это с Рижским университетом, и с Экобалтией, и с ИГОТЭ будем укладывать участок дороги, именно с полимер-модифицированным битумом. Это Рижский технический университет? Да, Рижский технический университет, РТУ, да. И мы проводили исследования, скажем, с Биндерсом тоже проводили исследования, проводили исследования в Америке, поскольку наши партнеры тоже американцы. И, по сути, мы получили материал, который полностью может заменить стирол-бутильный стирен-каучек, который СБС, то есть полимер, который добавляется в битум для большей пластичности. Большей пластичности, упругости и так далее. То есть это достаточно дорогое мероприятие, а плюс, если учесть, что битум все время растет, у него флуктуации большие, то... Особенно сейчас, да. Да, да. То... Использование этого материала практически решает... Ну, в общем-то, да. То есть мы можем его практически заменить битумом, заменить СБС. И, в общем-то, сейчас вот как раз эти исследования, которые будут, они предназначены для того, чтобы понять. Мы уже провели эти исследования в Америке, самой большой компанией, которая занимается утилизацией и сбором шин Liberty Tires. И они подтвердили, что да, очень хорошие результаты, все нормально, соответствует американским стандартам. И сейчас мы сделаем здесь еще дорогу метров 200. И тогда это будет, ну, как бы такой у нас будет пруф, подтверждение того, что эта технология работает. И вот она полностью... Еще раз, Рижский РТУ, ИГОТ, это строительная компания дорожно-строительная, а третий участник... Экобалтия. Экобалтия, да, у которых есть завод здесь, по переработке шин, они делают крошку. А Экобалтия-Виды, в смысле, фирма переработки отходов. Да, да, Экобалтия-Виды, вот. И это вот один материал, самый простой, полимер-модифицированный битум, и у нас еще уже даже на него есть заказчики в виде одного из самых больших концернов в Европе, который называется BMI, или Ecopal Group, или VEDAC. Мы им предоставили образцы, им очень это понравилось. История уже длится три года, потому что мы не можем поставить им две тонны для промысленного испытания. То есть они очень хотят, и все. Ну, то есть, в принципе, у нас там, можно сказать, заключен договор о сотрудничестве и меморандум. Ну, то есть вот та установка, которая будет запущена в октябре в Литве, как раз и предоставит вот эти две тонны. Да, две тонны мы спокойно сможем сделать, и все, тогда у нас уже, тогда уже мы переходим на следующие этапы, а там порядка потребления 3-5 тысяч тонн в год только на одном заводе, и в Германии, и, соответственно, у нас тогда уже есть, или мы им продаем технологию, они этим делом занимаются, или мы сами им поставляем, или приглашаем партнеров, но это уже третье дело, потому что самое главное, что технология работает. Технология работает, им очень нравится продукт, а это компания, они ведущие по кровельным материалам вообще в мире. У них оборот 5 миллиардов, и они такие, у них американская компания есть. Прямо бриллиантовый дым витал над головой Полита Матвеевича. Это да, это да. Бриллиантовый дым витал. Вот, ну так оно и есть, понимаете, потому что… Слушайте, Анатолий, ну вот пока бриллиантовый дым еще не развелся, хотела бы задать вопрос, а в чем здесь сущность патента, да, то есть проблема с шинами, ну насколько мне известно, это то, что это металл вместе с резиной. Да, 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 но даже не металл, это уже научились отделять, это уже научились отделять, но даже если научились отделять все вот это вот, корт, металл и все такое, то с крошкой непонятно, что делать, вообще непонятно, что делать. У нас нет такого большого количества стадионов, детских площадок и так далее. Которого надо усыпать крошкой. Да, и ассоциация по переработке шин, то есть европейская, от Рима, European Tire Recycle Association, они уже приняли, то есть по крайней мере рассматривали и приняли, наверное, закон, что производство грамм не является переработкой. Вы провели грамм, но это не переработка, это все полуфабрикат. И вот в Литве тоже такой закон тоже принимает, что должен быть произведен продукт, конечный продукт, и он должен быть еще и recyclable, то есть его еще должен быть, он должен подвергаться переработке. И вот в нашем случае как раз мы находимся, находим вот такие свойства материала, которые позволяют нам получать деньги за, опять же, за утилизацию шин и продавать готовый продукт. Вот один из них это полимер-модифицированный битум, другой это просто может быть резина, то есть наши последние исследования показывают, что мы можем заменить до 90% смеси нашим, мы называем его LTE compound, это end of lifetime compound, то есть это измельченная крошка, пропущенная по нашей технологии через наше оборудование. Скажем, тогда мы добавляем 90% этого нашего LTE compound в 10% каучика, у нас получается такая резиновая масса, которую можно использовать для изготовления резиновых изделий. Вот и достаточно по показателям она вполне вписывается в стандартные стандарты резины, скажем так. Вот, и третье направление, которое можно, как можно перерабатывать резиновую крошку, это то, что мы выяснили во время экспериментов в институте каучика и в Красмофай в Америке, в Кентукки, что процесс, который происходит у нас, у нас происходит девулканизация, то есть мы берем эти резины в гранулах и там разрываются серные связи, они разрываются, и что мы выяснили, что они очень активные, и они активно, они активно вступают с другими полимерами в соединение, то есть мы можем получить стойкое соединение, скажем там, резины с полиэтиленом или резины с полипропиленом или резины, скажем, полиуретаном и так далее, или вообще с каким-то несортированным пластиком. Какие-то свободные радикалы. Да, да, свободные радикалы, которые мы замыкаем, да, которые замыкают, они становятся свободными, они становятся замкнутыми. И, соответственно, тогда уже резина вместе с полимерами, она превращается уже в другого, в продукт другой категории, термопласт. Тогда мы его просто можем, из него уже резина обычно затвердевает при помощи вулканизации, да, нагрев при 10 градусах, при давлении, все. В нашем случае это может быть просто при обычной температуре, не при комнатной, но это прессование. Мы разогреваем и прессуем, все, у нас получается изделие. Будь это, скажем, столбики, будь это какие-то отбойники, будь это какие-то другие материалы. То есть, ну, это вот проект как раз тоже, который мы в Литве будем исследовать, потому что мы это открыли вот только там в прошлом году, проводя эксперименты в качестве, это было в качестве, скажем так... Побочного продукта исследований? Побочного продукта исследований. Это было такое осложнение. Когда мы говорили вот с этим большим концертом BMI, то выяснилось, что существует... Ну, крошка наша очень понравилась, делалканизированная, все хорошо, но существуют технологические проблемы. Ну, крошка сыпучая, она воспламеняемая, если она там в помещении как-то, она там хранится. Она, получается, напитывает влагу, особенно если она стоит на солнце, то она еще испекается. Поэтому получается так, что надо было какое-то решение. И мы нашли это решение, добавляя полимеры. И оказалось, что это вообще настолько удачная технология, что теперь BMI все свои линии планирует не под крошку, а под гранулы, которые мы делали. Поскольку это удобнее. Гранулы, формулировка, формовка и все такое. Анатолий, еще вопрос такой технический. Насколько эта технология энергоемкая? То есть, вы, может, запустите там свою вулканизацию, девулканизацию где-нибудь, не знаю, в каком-нибудь населенном пункте, а энергоресурсов не хватит этого пункта, надо будет новую линию электропередачи вести там и все такое и так далее. Очень хороший вопрос. Я же говорил вам, что мы зарабатываем с двух концов. И вот здесь тоже с двух концов. И здесь тоже зарабатываем с двух концов. Мы зарабатываем с двух концов таким образом, что вот наша технология, опять же, переработки резины, развитая дальше, она позволяет нам проводить такой управляемый, скажем, пиролиз и крекинг вот в нашем таком реакторе, который, в принципе, прототип, он существует, но он пока периодически, не постоянный. Вот. Когда мы берем несортированный пластик и вообще несортированные бытовые отходы, запускаем их через шредер, через наш экструдер и все такое. И получаем на выходе две фракции. Одна, скажем, фракция – это будет типа печное топливо, а-ля, скажем, легкие углеводороды, а другая фракция будет типа мазут или битум. То есть у нас, по сути, мы получаем из отходов, опять же, мы получаем топливо. На этом топливе мы, опять же, можем обогревать, производить электричество, можем, получаем, там, естественно, как отход, там будет газ, мы можем производить электричество, вообще просто там сжигать его в печах и обжигать тоже нашу керамику и так далее. То есть, по сути, это вот интересно, что господин Пуца сказал, когда был хакатон, говорит, мы неправильно смотрим на свалки. Свалки – это не свалки, это ресурсы, это наше месторождение. Вот я здесь с ним полностью согласен. Действительно, свалки – это месторождение, и мы, в принципе, думаем, что вот развитие, наведимся, что развитие вот этих экологических технологий, и в ближайшем будущем станет, как бы, станет переход от мусороперерабатывающих в мусоропоглощающие. То есть, мы будем их использовать в качестве разных… А что же будет, когда мусор кончится? Ну, он не кончится никогда, потому что развитие, вот моя теперешняя деятельность связана с тем, что я как раз продаю много чего пластика, всего такого, и, в общем-то, тут пару слов в защиту пластика, могу сказать, что кажется, что пластик – пластик, но пластик, который в продуктах, он занимает всего 5% от всего производимого пластика. В основном это дома, окна, автомобили, строительство и все. В основном этот пластик является загрязняемым планету, скажем так. А потом мы все равно идем к тому, что если говорить о СО2, о выбросах, о потерях, то тогда у нас использование пластиков, особенно высокобарьерных пластиков, многослойных, оно связано с тем, что мы сохраняем продукты дольше. То есть, если посмотреть, то даже такая компания, как Heinz Baked Beans, которые у них традиционно были в банках, это не менялось сотни лет, сотню лет точно, то они вот недавно поменяли это все равно пластиковую упаковку, потому что она все равно экологичнее, она быстрее, она дольше. Сейчас появились пластики, которые позволяют хранить год-два без изменения свойств, то есть они настолько высокобарьерные. И в принципе их можно перерабатывать тоже, их тоже можно перерабатывать, особенно при помощи нашей технологии, это все вполне доступно и реально. Ну, то есть, мы там часто говорим о какой-то латвийской Нокии, вот, все ищут, ищут, и никак не могут найти, значит, свалки нашей латвийской Нокии при помощи ваших технологий. Возможно, вот мы как раз вот, Ваумера нам понравилось в этом смысле, что моим российским друзьям они приехали, говорят, да, ну хорошо, маленькая такая свалка, маленькая свалка, как раз хорошо здесь опробовать прототип. Ну, то есть, то, что она маленькая, это, с одной стороны, хорошо, то, что, возможно, не надо вкладывать там много сотен миллионов, но это, возможно, обойтись меньшими, а потом все лица заинтересованы тоже это, сразу можно показать результат. И вполне возможно, почему нет? То есть, это как раз, мы как раз хотим построить прототип, который покажет, как можно вообще жить экологически чисто, потому что там даже есть способы после там сжигания, после всего производства, как еще и СО2 утилизировать, но я вам в следующий раз расскажу, может быть. Хорошо. Анатолий, вернемся к тому, что Ваша компания Airglass Technology победила в Хакатоне Dibes Zero, и Ваша идея утилизации отходов стекла Ваумерского завода стекловолокна получила первую премию, 10 тысяч евро приз. Когда может реально быть опробована уже эта технология? Сколько средств для этого нужно будет? Вкладывается ли в это Ваумер, или вы ищете какие-то гранты? Вот как идет сегодня инженер Кулибин к высотам освоения технологий? Ну, это в процессе. То есть, мы обсудили, что и с Ваумерой, и с полигоном, о том, что да, это всем интересно, они подтвердили тем, что они дали это 10 тысяч, и говорят, ну, давайте продолжать. Как продолжать? Мы сейчас будем решать, как продолжать. Вот, конечно, сейчас есть разные фонды, там, как раз, там, Green Deal, так называемая, зеленая сделка, которую надо уменьшать СО2 и уменьшать это. Мы как раз туда прекрасно вписываемся. Будем подавать всюду, куда можем подавать. Будем привлекать инвесторов, которых можем привлекать. Может быть, кто-то слышит из этих инвесторов нас сейчас. Могу сказать, что, опять же, не так много проектов, где можно получать деньги с двух концов. Вот, наш именно такой. Вот, и поэтому пилотный проект мы планируем запустить, там, в течение двух лет, скажем, максимум, чтобы это было. У нас есть звонки, уважаемые радиослушатели, мы готовы еще с вами поговорить. Добрый день, добрый день, говорите, мы вас слушаем. Анатолий, наденьте наушники. Добрый день. Да, здравствуйте. У меня три вопроса. Скажите, пожалуйста, может быть, вы в курсе, когда же будет выполнено обещание многолетнее по приему пластмассовых бутылок в торговых центрах? Второй вопрос. Если вы перерабатываете шины, то почему на мусорниках месяцами валяются шины? И третий вопрос. Если вы перерабатываете шины, резина, эта резина поступает в асфальт состав? Хорошо, спасибо. Да, на первый вопрос могу сказать, что, по моим сведениям, это уже происходит, и компания выиграла тендер, это не мы. Эти автоматы будут установлены, как я понимаю, даже в конце этого или в начале следующего года. По поводу второго вопроса он был связан с шинами. Почему они валяются? Если вы утилезируете, потому что они еще не начали утилезировать. Мы еще не начали. Как только мы начнем, за шинами будут, мы даже планируем, не то что мы их бесплатно будем принимать, конечно же, мы, возможно, даже будем платить какие-то ваучеры за них. Да, потому что мы рассматриваем это как реальное сырье, поэтому шин точно не будет нигде валяться, так как сейчас в Литве, скажем, не валяются нигде бутылки пластиковые, их просто нет, их сразу сдают и все. И получаем. По поводу того, что резина в асфальт... Добавляется ли крошка в асфальт? Да, она, таким образом, она добавляется уже лет 60, без особого успеха. То есть, она добавляется практически, вот скажем, в Финляндии, она добавляется в виде очень... Ну, пыли. Вот когда пыль, тогда она в какой-то виде начинает быть адгезивная, она как-то смешивается с битвом, но и то плохо. Вот. То есть, для того, чтобы... Если бы так все было просто взять резину и столочь и положить в асфальт, то давно бы это же, конечно, сделали. Но несмотря на очень большие исследования в Америке, в Аризоне, на очень большие исследования, ну, по всему миру, но это не происходит, это не так легко. Есть специальное оборудование, которое вот ставится, и специальные мельницы, которые коллоидные, которые домешивают, это размешивают, вбивают в состояние взвеси, и потом эта взвесь все равно разделяется. То есть, такой технологии, как наша, не было, и поэтому тоже пока это все было. Сейчас мы проводим, вот говорю, в процессе запуска переговоров, с финансированием уже определили, что да, будет. И вот мы с Рижским университетом вместе делаем работу с кафедрой полимеров, с профессором Янисом Зитцинсом. Вот. Они будут проводить исследования, делать рецептуру и вырабатывать смесь как раз для асфальтобетонного покрытия. И мы надеемся, что она себя хорошо покажет, потому что, говорю, вот американские исследования, они подтвердили то, что это все работает. Ну, кстати, если профессор Янис Зитцинс проводит такие исследования, очевидно, он привлекает к этому и своих каких-то докторантов, и студентов, и это, может быть, пробудет в них тоже интерес к изобретательству, к поиску решений в этой такой сложной экологической ниши. А ваши коллеги и Леонид Рапопорт могут выступить здесь как гуру? Это да. Они, кстати, знакомы. Знакомы с Янисом? Да, да, да. Это мир очень узкий. Когда начинают смотреть специалисты, они все друг друга знают, все понимают, откуда растут ноги. Понятно. А вы этих специалистов еще друг с другом соединяете, а еще и приделываете технологиям ноги, да? Да, да. Ну, наша основная задача, моя конкретная, и у нас все такие вот разноплановые. То есть, по сути, сейчас нельзя сделать. Спрашивают, почему вот те, которые занимаются кирпичом, не смогли это сделать? Ну, потому что у них свое мышление. Стекульчики почему? Потому что стекульчиков свое. То есть, тут должен быть человек, который видит это все целиком, и который мыслит по-другому. И вот это как раз отсюда возникает. То же самое и с физикой. Как это объединить с, вот скажем, с резиной, да? То есть, это знание из разных областей, и на этом переломе, то есть, полимерщикам, производителям пластмассы никогда непонятно, как это там брать и резину использовать в экструдере. У нас были большие дискуссии, и там много опытов мы провели с ведущим производителем экструдеров, Краус Мафай, в Германии. Ну, да, там присутствовали очень ведущие специалисты в мире, которые это делают. Для них это было удивительно тоже. Но потом они убедились в этой технологии, и они там даже доклады делали о внедрении нашей технологии в рамках своего концерна и так далее. То есть, это, в принципе, говорю, Валмеры, это такое маленькое начало, и вполне реально. Почему нет? Потому что в Латвии одна из самых больших преимуществ, которые, я так понимаю, недооценены, это умение жить в гармонии. У нас все организовано, все домики украшены, все так аккуратно. Каждый на своем месте пытается что-то сделать. Почему не сделать образец страны такой, которая хорошо ухожена? Вот прямо ваши слова бы, да бог в уши, или там политикам каким-то ответственным, особо ответственным. Я хочу напомнить, что сегодня мы с Анатолием Трумпелем, руководителем компании Airglass Technology, обсуждали инновационные идеи для переработки неперерабатываемых отходов. Как выяснилось, как раз Латвия может быть центром переработки стекла, вот кирпичи такие, которые в прямой трансляции вы можете видеть на экране, а Литва может стать центром переработки резиновых покрышек, потому что она, пережив большой пожар в Алитусе, обожглась на этой теме, обеспокоилась и вот предоставила грант для компании и для изобретателей, которыми руководит Анатолий Трумпель, ну или которых он продвигает, для того, чтобы сделать опытную установку для девулканизации того самого сырья, которое у нас получается из старых покрышек. Я думаю, что это хорошая новость для всех, я думаю, что это импульс для развития и повод подумать о том, что специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя, нужны интегрированные решения, нужны разработки на стыке наук и нужны люди, которые способны видеть ситуацию в целом, поляну сечь, как говорится, и находить вот эти новаторские решения прорывные, которые позволяют нам сделать нашу жизнь более экологичной, зелёной и благополучной. Спасибо, Анатолий, за участие в программе. Программу «Очевидец» провела Людмила Прибыльская, звукорежиссёр студии Евгений Копеин. Всего доброго, до встречи через неделю. Спасибо большое, до свидания.